Здравствуйте, меня зовут Янис, это дисциплина основы теории информации, раздел 3 защиты и передачи информации и в этом видео мы поговорим про адаптивное арифметическое кодирование. Алгоритм Хаффмана. Построение кода Хаффмана сводится к построению соответствующего бинарного дерева по следующему алгоритму. Первое. Составим список кодируемых символов, при этом мы будем рассматривать один символ как дерево, состоящее из одного элемента с весом равным частоте появления символа в строке. Второе. Из списка выберем два узла с наименьшим весом. Третье. Сформируем новый узел с весом равным сумме весов выбранных узлов и присоединим к нему два выбранных узла в качестве детей. Четвертое. Добавим к списку только что сформированный узел вместо двух объединенных узлов. Пятое. Если в списке больше одного узла, то повторим пункты со второго по пятый. Время работы. Если сортировать элементы после каждого суммирования или использовать приоритетную очередь, то алгоритм будет проработать за время O от N аллогарифм N. Такую асептотику можно улучшить до O от N, используя обычные массивы. Рассмотрим на примере. Дерево Хафмана для слова Абракадабра. Закодируем слово Абракадабра. Тогда алфавит будет A равно множество A, B, R, C, D. Набор весов, частота появления символов алфавита в кодируемом слове равно W равно 5, 2, 2, 1, 1. В дереве Хафмана будет 5 узлов. Узел А равно 5, узел B равно 2, узел R равно 2, узел C равно 1 и узел D равно 1. По алгоритму возьмем два символа с наименьшей частотой. Это C и D. Сформируем из них новый узел C, D, с весом 2 и добавим его к списку узлов. То есть снова мы видим A5, B2, R2, C, D2. Затем опять объединим в один узел два минимальных по весу узла. Это R и C, D. Снова мы видим A равно 5, R, C, D4, B2. Еще раз повторим эту же операцию, но для узлов R, C, D и B. То есть мы получаем B, R, C, D равно весу 6 и символ A равно вес 5. На последнем шаге объединим два узла B, R, C, D и A. Узел A, B, R, C, D, вес 11. Остался один узел, значит мы пришли к корню дерева Хафмана. Теперь для каждого символа выберем кодовое слово. То есть бинарная последовательность, обозначающая путь по дереву к этому символу от корня. Символ A код 0, символ B код 1, 1, символ R 1, 0, 1, символ C 1, 0, 0 и символ D 1, 0, 0, 1. Здесь дерево Хафмана можно видеть на рисунке для слова бракадабра. Таким образом закодированное слово бракадабра будет выглядеть как 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 0. Длина закодированного слова 23 бита. Стоит заметить, что если бы мы использовали алгоритм кодированности одинаковой длиной для всех кодовых слов, то закодированное слово заняло бы 33 бита, что существенно больше. Арифметическое кодирование. Алгоритм кодирования Хафмана в лучшем случае не может передавать на каждый символ сообщение менее 1 бита информации. Предположим, известно, что в сообщении, состоящем из 0 и 1, единицы встречаются в 10 раз чаще нулей. При кодировании методом Хафмана и на 0, и на 1 придется тратить не менее 1 бита. Но энтропия двумерной случайной величины генерирующей такие сообщения 0,469 бит символ. Неблочный метод Хафмана дает для минимального среднего количества бит на 1 символ сообщение значение 1 бит. Хотелось бы иметь такую схему кодирования, которая позволяла бы кодировать некоторые символы менее чем 1 битом. Одной из лучших среди таких схем является арифметическое кодирование, разработанное в 70-х годах XX века. По исходному распределению вероятности выбранной для кодирования двумерной случайной величины, строится таблица, состоящая из пересекающихся только в граничных точках отрезков для каждого из значений этой двумерной случайной величины. Объединение этих отрезков должно образовывать отрезок от 0 до 1, а их длины должны быть пропорциональны вероятностям соответствующих значений двумерных случайных величин. Алгоритм кодирования заключается в построении отрезка, однозначно определяющего данную последовательность значений двумерной случайной величины. Затем для построенного отрезка находится число, принадлежащее во внутренней части и равное целому числу, деленному на минимально возможную положительную целую степень двойки. Это число и будет кодом для рассматриваемой последовательности. Все возможные конкретные коды – это числа строго больше нуля и строго меньше одного, поэтому можно отбрасывать лидирующую ноль и десятичную точку, но нужен еще один специальный код-маркер, сигнализирующий к концу сообщения. Отрезки строятся так. Если имеется отрезок для сообщения длины n-1, то для построения отрезка для сообщения длины n, разбиваем его на столько же частей, сколько значений имеет рассматриваемая двумерная случайная величина. Это разбиение делится совершенно так же, как и самое первое – с сохранением порядка. Затем выбирается из полученных отрезков тот, который соответствует заданной конкретной последовательности длины n. Принципиальное отличие этого кодирования от рассмотренных ранее методов – его непрерывности, то есть ненужности блокирования. Код здесь строится не для отдельных значений двумерных случайных величин или групп фиксированного размера, а для всего предшествующего сообщения в целом. Эффективность арифметического кодирования растет с ростом длины сжимаемого сообщения. Для кодирования Хаффмана или Шеннена Фена это не происходит. Хотя арифметическое кодирование дает обычно лучшее сжатие, чем кодирование Хаффмана, оно пока используется на практике сравнительно редко, так как оно появилось гораздо позже и требует больших вычислительных ресурсов. При сжатии заданных данных, например, из файла все рассмотренные методы требуют двух проходов. Первый – для сбора частот символов, используемый как приближенные значения вероятности символов, и второй – для, собственно, сжатия. Примеры арифметического кодирования. Пусть двумерная сущенная величина Х может принимать только два значения от 0 и 1 с вероятностями 2 третьих и 1 треть соответственно. Сопоставим значение 0 отрезок от 0 до 2 третьих, а 1 – от 2 третьих до 1. Тогда для двумерной сущенной величины векторного значения Х мы получим следующую формулу. Размер векторного величины Х равно 3, где H от Х равно H от векторной величины Х деленное на 3 равно логарифм 2 от 3 минус 2 трети, что примерно равно 9183 бит на символ. Здесь мы видим таблицу построения кодов. Среднее количество бит на единицу сообщений для арифметического кодирования получилось меньше, чем энтропия. Это связано с тем, что в рассмотренной простейшей схеме кодирования не описан кодмаркер конца сообщения, введение которого неминуемо сделает это среднее количество бит больше энтропии. Получение исходного сообщения из его арифметического кода происходит по следующему алгоритму. Шаг 1. В таблице для кодирования значений двумерной сущенной величины определяется интервал, содержащий текущий код. По этому интервалу однозначно определяется один символ исходного сообщения. Если этот символ – это маркер конца сообщения, то на этом кодирование заканчивается. Шаг 2. Из текущего кода вычитается нижняя граница содержащего его интервала. Получается разность и делится на длину этого же интервала. Полученное число считается новым текущим значением кода. Переходим к шагу 1. Рассмотрим, например, распаковку сообщений 1.1.1.1. Этому сообщению соответствует число 7 восьмых, принадлежащее множеству 2 третьих до 1, что означает, что первый знак декодируемого сообщения – это 1. Далее от 7 восьмых, принадлежащих множеству 2 третьих – 1. И результат делится на 1 треть, что дает 5 восьмых, принадлежащих множеству от 0 до 2 третьих, что означает, что следующий знак – 0. Теперь, вычислив 5 восьмых минус 0 умноженное на 3 деленное на 2 равно 15 деленное на 16, принадлежащих множеству от 2 третьих от 1, получим следующий знак – 1. То есть все исходное сообщение 1.0.1 декодировано. Однако из-за того, что условие остановки не определено, алгоритм декодирования здесь не остановится и получит следующий символ 1 и так далее. Адаптивные алгоритмы сжатия Кодирование Хаффмана является практичным, однопроходным, не требующим передачи таблицы кодов. Его суть – в использовании адаптивного алгоритма, то есть алгоритма, который при каждом сопоставлении символу кода, кроме того, изменяет внутренний ход по вычислению, так что в следующий раз этому же символу может быть сопоставлен другой код, то есть происходит адаптация алгоритма к поступающим для кодирования символам. При декодировании происходит аналогичный процесс. В начале работы алгоритма дерева кодирования содержит только один специальный символ, всегда имеющий частоту 0. Он необходим для занесения в дерево новых символов. После него код символа передается непосредственно. Обычно такой символ называют escape символом. Расширенный ASCII кодирует каждый символ 8-битным числом, то есть числом от 0 до 255. При построении дерева кодирование необходимо для возможности правильного декодирования как-то упорядочить структуру дерева. Расположим листья дерева в порядке возрастания частот и затем в порядке возрастания стандартных кодов символов. Узлы собираются слева направо без пропусков. Левые ветки помещаются 0, а правая 1. Рассмотрим процесс построения кодов по адаптивному алгоритму Хаффмана для сообщения ACCBCAABC, которые соответствуют выборке 10 значений двумерной случайной величины х из второго примера на построение неадаптивного кода Хаффмана. Здесь L1 от сообщения равно 4,1 бит на символ. Если не использовать сжатие, то L1 от сообщения будет равно 8 бит на символ. Для рассматриваемой двумерной случайной величины ранее были получены значения ML от X равно 1,6 бит на символ и H от X примерно равное 1,523 бит на символ. С ростом длины сообщения среднее количество бит на символ сообщения при адаптивном алгоритме кодирования будет мало отличаться от значения полученного при использовании адаптивного метода Хаффмана или Шеннона-Фэна, так как алфавит символов ограниченный полный код каждого символа нужно передавать только один раз. Теперь рассмотрим процесс декодирования сообщения Здесь и далее символ в апострофах обозначает 8 бит, представляющий собой запись двоечного числа, номера символа в таблице ASCII. В начале декодирования дерева Хаффмана содержит только escape символ с частотой 0. С раскодированием каждого нового символа дерево заново перестраивается. Выбранный способ адаптации алгоритма очень неэффективный, так как после обработки каждого символа нужно перестраивать все дерево кодирования. Существуют гораздо менее трудоемкие способы, при которых не нужно перестраивать все дерево, а нужно лишь незначительно изменять. Бинарное дерево называется упорядоченным, если его узлы могут быть перечислены в порядке неубывания веса, и в этом перечине узлы, имеющие общего родителя, должны находиться рядом на одном ярусе. Причем перечисления должны идти по ярусам снизу вверх и слева направо в каждом ярусе. Пример упорядоченного дерева Хаффмана Если дерево кодирования упорядочено, то при изменении веса существующего узла дерево не нужно целиком перестраивать. В нем достаточно лишь поменять местами два узла, узел, вес которого нарушил упорядоченность, и последний из следующих за ним узлов меньшего веса. После переменной мест узлов необходимо пересчитать веса всех их узлов предков. Например, если в дереве на рисунке выше добавить еще две буквы А, то узлы А и Д должны поменяться местами. Если добавить еще две буквы А, то необходимо будет поменять местами сначала узел А и узел родительский для узлов Д и Б, а затем узел Е и узел брат Е. Дерево нужно перестраивать только при появлении в нем нового узла листа. Вместо полной перестройки можно добавлять новый лист справа к листу Эск и упорядочить, если необходимо. Получено таким образом дерево. Процесс работы адаптивного алгоритма Хаффмана с упорядоченным деревом можно изобразить следующей схемой. А на этом у меня все. Спасибо. До свидания. Оставайтесь на канале.